Умный город. Город удобный для людей. На Петербургском международном экономическом форуме участники дискуссии «Умная среда. Новый уровень развития городов» обсудили внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. С сегодняшнего дня муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» начинает пассажирские перевозки по маршруту Наринмар «Красная». Окружной турнир по спортивной борьбе на призы главы поселка «Искатели» прошел в минувшие выходные в зале единоборств. Его участниками стали сильнейшие борцы из Республики Дагестан и Нинецкого автономного округа. Время новостей на телеканале «Север». С вами в студии Илья Сахаров. Здравствуйте. Сегодня в Нинецкий округ прибыл генконсул Норвегии в Мурманске. В эту должность Эрик Свидал вступил год назад. В рамках трехдневного ознакомительного визита в регион делегация познакомится с работой ряда окружных учреждений и организаций. Сегодня Эрик Свидал провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора округа Александром Цибульским, после которой в администрации региона прошло совещание, где обсудили перспективы российско-норвежского сотрудничества. Также гости посетят Центр арктического туризма, Центр развития бизнеса, Нинецкую окружную больницу. Кроме того, в рамках визита намечена встреча генконсула с представителями общественного движения Ассоциация Нинецкого народа ИСАВЭЙ. Нинецкий округ будет сотрудничать с Москвой по повышению открытости госзакупок. Соглашение о взаимодействии сторон на площадке Петербургского международного экономического форума подписали глава округа Александр Цибульский и мэр Москвы Сергей Собянин. Подписанное соглашение подразумевает сотрудничество регионов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы портал поставщиков. В рамках заключенного соглашения заказчики и поставщики Нинецкого округа получат бесплатный доступ к московской системе, единому агрегатору закупок в электронной форме. Как отмечается в документе, сотрудничество регионов будет направлено на развитие конкуренции при осуществлении государственных и корпоративных закупок, а также на расширение взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории города Москвы и Нинецкого округа, в том числе субъектами малого и среднего бизнеса. Система, которая внедрена в Москве, она позволяет делать процедуру государственных закупок максимально прозрачной и максимально лишенной возможности различных коррупционных действий. Поэтому, по нашему ощущению, применение этой системы сделает закупочные процедуры, как я уже сказал, прозрачными, предсказуемыми, оперативными и, мы надеемся, максимально честными, открытыми для предпринимателей и для граждан, которые также смогут этот процесс контролировать. Как пояснили в управлении госзаказа Нинецкого округа, с 1 января 2018 года в регионе в тестовом режиме работает электронный магазин малых закупок, который в дальнейшем будет сопряжен с порталом поставщиков. Умный город – город, удобный для людей. На Петербургском международном экономическом форуме участники дискуссии «Умная среда. Новый уровень развития городов» обсудили внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру. По мнению экспертов, модернизация городской среды сейчас вышла на новый уровень. Речь идет уже не о простом благоустройстве, а о создании принципиально нового качества жизни за счет использования современных технологий. Улучшение качества городской жизни – эту задачу в своем послании обозначил президент России Владимир Путин. Для достижения поставленных целей регионам необходимо внедрять инновации. Цифровизация городов станет новым этапом федерального проекта формирования комфортной городской среды. Он основан на пяти принципах – вовлечения в процессы принятия городских решений людей, новой градостроительной политики и инфраструктуре, внедрение искусственного интеллекта. Все технологии, безусловно, сокращают количество рабочих рук на предприятиях. И этому нельзя препятствовать, иначе мы здесь будем неконкурентоспособными. Но нам нужно активно стимулировать и развивать экономику сервиса в наших городах. Вот у нас есть мнение некоторых коллег, что новые технологии, так как это ведет к определенному сокращению людей на предприятиях, мы будем их медленно внедрять, тормозить. Такие есть рассуждения конкретных руководителей предприятий, руководителей муниципалитетов. Немножко надо по-другому действовать. Нам нужно понимать, что в экономике сервиса живет будущее наших городов. Для этого Минстрой совместно с Ростелекомом уже запустил банк решений для создания умных городов и повышения качества жизни. Бесплатный справочник может использоваться как органами власти, так и заинтересованными инвесторами. Один из регионов, который уже активно им пользуется, Удмуртия. Регионы, которые внедряют цифровые технологии, будут получать федеральные субсидии, ведь проекты напрямую зависят от бюджетного потенциала. Нас очень волнует. То, что мы можем делать в богатых регионах, в продвинутых регионах, практически невозможно там, где нет потенциала для роста. И вопрос, кто заплатит за это качество жизни, где эти источники. Я честно могу сказать, как бывший региональный чиновник, думаю, что назрел вопрос о выравнивании бюджетной обеспеченности. Без этого мы проблему гармоничного развития такой огромной страны, как Россия, не решили. Потому что многие из проектов, в том числе, которые реализуем мы, напрямую связаны с возможностями бюджетов. В качестве примера Михаил Осиевский привел запуск систем умного видеонаблюдения и дистанционного сбора информации с приборов учета в домах и квартирах «Умные шлагбаумы». И это только начало. Дальше планируется опираться на зарубежный опыт. Так, например, в Турине уже давно формируют маршруты движения общественного транспорта, отслеживая передвижение людей по смартфонам. По мнению главы Ненецкого округа Александра Цибульского, успешные практики и проекты, которые уже зарекомендовали себя в крупных городах, необходимо использовать в других регионах. Понятно, что нельзя сразу создать идеальную картину по всей стране. Но мы должны понимать, что те проекты, начинающиеся с нуля, с высоким, большим финансированием в крупных мегаполисах, это на самом деле эталонная картинка, которая должна быть создана. И дальше те конкретные проекты, которые реализованы в этих территориях, мы в очень малых, средних городах будем забирать и применять у себя. По уровню цифровизации Наринмар уже занимают уверенные позиции среди соразмерных городов численностью 25-30 тысяч человек. И по мнению главы региона, работа по внедрению современных технологий в повседневную жизнь горожан будет только наращивать темпы. Сейчас руководители региона заинтересованы в повышении качества городской среды вследствие возросшей конкуренции за человеческий капитал. Может быть, это пока сложно поверить, но в ближайшем будущем, через 5-7 лет, человек уже не будет привязан к конкретному месту для того, чтобы получить ту или иную работу. Большая часть работы переходит постепенно в дистанционный режим. И на самом деле сейчас развернется огромная борьба и конкуренция именно за лучших, наиболее талантливых людей. И они останутся жить там, где они получат наиболее комфортные и хорошие для себя условия жизни. И наша задача сделать в нашем городе, который небольшой по размеру, от того, с точки зрения инвестиций, нам это сделать проще, чем в других городах, сделать город, который будет комфортный для жизни тех людей, которые там родились, которые там выросли, которые любят и ценят нашу северную землю, наш климат и так далее. Радикально улучшить качество городской жизни в России можно будет уже в ближайшие 6 лет, отмечают эксперты. Это произойдет за счет взрывного роста технологий и изменений в российских городах. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Санкт-Петербург, Экспофорум. С сегодняшнего дня муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» начинает пассажирские перевозки по маршруту Наринмар-Красная. Их будут выполнять суда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Суда будут отправляться из Наринмара в 7.00 и в 16.00. Время в пути составит полтора часа. В поселке Красное судно останавливается на пять минут. В муниципальном предприятии сообщили, что данный маршрут будет выполняться до 22 июня включительно. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора НАУ Александр Цибульский поручил профильным структурам организовать временное сообщение со столицы Приморско-Куйского сельсовета на период снятия моста через реку Куя. Добавлю, что летнюю навигацию «Северная транспортная компания» открывает 1 июня. С этой даты суда предприятия начнут выполнение регулярных маршрутов по различным направлениям. Суда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник будут доставлять пассажиров Кую, Андик, Нальминос, Макарова, Оксина, Хангурей, Каменку, Великовисочная, Лабожская, Тошвиску, Тельвиску, Пылемец, Щелина и Коткино. Теплоход «Есавэй» будет выполнять рейсы в Тельвиску, Макарова и Каменку. Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте предприятия. В Ненецком округе определены пользователи 13 рыбопромысловых участков. Всего на конкурс было выставлено 17 участков, 4 из которых оказались невостребованными. Всего рыбаки подали 22 заявки, ни одна из которых не была отклонена комиссией. Еще на 10 участков подано по одной заявке. Со всеми заявителями будут заключены договоры пользования. Борьба развернулась за три озерных участка – Соколины, Домашний и Саркамбой-2 на озере Голодная Губа. На них было подано по несколько заявлений. Комиссия оценивала заявки, исходя из предложенной суммы, а также по показателям освоения квот, среднесуточного объема производства рыбной продукции, средней численности работников у участника конкурса. Максимальная сумма по одной из заявок составила 294 тысячи рублей. Победителям конкурса участки будут предоставлены в пользование сроками на год или на 10 лет. В начале года в лабораторию окружного тубдиспансера поступил анализатор «БакТек», позволяющий в максимально короткие сроки диагностировать туберкулез у человека. Он был закуплен в рамках сотрудничества администрации НАО с обществом с ограниченной ответственностью «Башнефтьполюс», входящим в периметр нефтяной компании «Роснефть». Стоимость оборудования составила свыше 7 миллионов рублей. За пять месяцев работы аппарата врачей окружного тубдиспансера вовремя выявили два случая болезни и назначили правильное лечение. Оборудование дорогое, но оно того стоит. Благодаря анализатору «БакТек» можно не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и подобрать максимально эффективное лечение туберкулеза. С помощью этого аппарата у нас получается в максимально короткие сроки после выявления пациента назначить ему самую действенную терапию и пациент быстрее поправится. В экономическом значении это приводит к более эффективному вложению средств в борьбу с туберкулезом. По словам старшего медицинского лаборанта Валентины Хилиповой, раньше приходилось самостоятельно готовить среду для бактерий и просматривать порядка трех тысяч пробирок с посевами. На процедуру уходило от полутора до трех месяцев. Теперь, благодаря приобретенному анализатору, сроки сократились. Узнать, что пациент болен, можно в период от четырех до десяти дней. Все процессы в аппарате автоматизированы. В каждую неделю нужно было перебрать каждую пробирку и пересмотреть, есть ли на этой поверхности рост. Это мелкие нежные колонии кремовые. Это нужно было не пропустить, визуально все отследить. Здесь мы можем не контролировать уже, просто нам даже подает сигнал этот анализатор и говорит, присутствует там или положительный какой-то у нас образец, или же отрицательный. По словам медиков, анализатор позволяет не только ускорить процесс, но и увеличить объем исследуемого материала. В планах топ-диспансера наладить работу по доставке проб из окружных сел. Анастасия Саботович, Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Медвежонка, найденного в районе Каратайки, доставят в Тверскую область. Такое решение принято по результатам переговоров специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО с Центром реабилитации животных Тверской области. Как пояснили в профильном ведомстве, отправка медвежонка станет возможна после прохождения карантинного периода и ветеринарных обследований. Напомню, что Бурова медвежонка привезли из поселка Каратайка 12 мая. Выяснилось, что это особь женского пола. Сейчас она временно размещена на территории Государственного природного заповедника Неницки в Наринмаре. Животное находится под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов, ему делают профилактические прививки. Как отмечают в профильном ведомстве, в целом животное чувствует себя хорошо. За ним ухаживают и кормят. Попутно оформляются необходимые ветеринарные документы для отправки медвежонка в Центр реабилитации Тверской области. Причины, по которым медвежонок остался один, выясняются. Окружной турнир по спортивной борьбе на призы главы поселка Искатели прошел в минувшие выходные в Зале единоборств. Его участниками стали сильнейшие борцы из Республики Дагестана и Неницкого округа. В Дагестан представили четыре юных спортсмена, которые являются победителями республиканских соревнований. Среди окружных борцов – воспитанники спортивной школы труд и Центра лидер, кандидаты в мастера спорта. Ранее спортсмены из Дагестана и Неницкого округа приняли участие в девятом окружном турнире по спортивной борьбе памяти Вадима Гириханова, основателя Федерации спортивной борьбы в Неницком округе, и открытом турнире «Жить здорово». Состязания состоялись 19 и 23 мая в Наринмаре. Спортивные мероприятия проводятся в рамках проекта «Жить здорово». На его реализацию Федерация спортивной борьбы в НАО получила грант из средств окружного бюджета в размере 250 тысяч рублей. В результате конкурса – грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект стартовал в марте. Помимо турниров он включал учебно-тренировочные сборы и отборочные соревнования. Думаю, что впоследствии мы пригласим, впоследствии, может мы сделаем этот турнир как бы такой межрайон, чтобы турнир-то вообще-то открытый, чтобы могли хотя бы наши соседи сюда приехали, где-то в СКОМе республики, это бы было хорошо. Он у нас обычно проходит в декабре, поэтому как бы зимних становится, тогда можно над этой темой поработать. Такова была информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.